Ребята, всем привет! А мы продолжаем играть в Буквокера, собственно, там, где закончили в прошлый раз. Телефон звонит. Алло. Ладно. А? Хочу дать тебе еще один шанс. Это вы? Я готов! Конечно, ты готов, идиот кусок, как иначе. Ты уже подводил меня и давать еще один шанс совсем не в моем стиле. Я до сих пор не оправился после твоего провала с палочкой, но думаю, мы найдем компромисс. Компромисс? Задание не из легких. Пару ребят там уже пострадали, мне пришлось их отозвать. В расход их пустить я не могу, но ты для такой задачи подойдешь. Идеально. Судя по тому, как ты проводишь свое время, выбора у тебя особо нет. Так что вперед, заказ у двери. И постарайся не сдохнуть. Откуда вы знаете, как я свое время... Ладно. Убежал. Это что такое? Счет бара? Нифига себе! Что? Пять тысяч восемьсот тридцать евро? Если и так, то я офигенно провожу свое свободное время. Покутила на пять тысяч евро. На пять восемьсот. Блэк Ривер. Уф. Так, дайте я проверю, идет ли у нас запись. Все ли хорошо. А у нас все хорошо. Так, да поехали. Так, Блэк Ривер. Отрывок из рецензии. Сопоставление догматичности веры и программного набора команд машины, безусловно, интересное сравнение, особенно для столь избитой темы. Однако, исполнитель соглашается проникнуть в книгу плывущей по черной реке Елены фон Беллроу и извлечь предмет меча Скалибур. Заказчик обязуется уплатить оговоренную сумму после выполнения контракта. Ну, поехали. Что у меня с машины? Это Скалибур в мире роботов? Нет. Король Артур. На нас напали. Лифт нижняя палуба. Ах! Да, действительно, смотри, это какой-то киберпанк с рыцарями. На стальной пол не так приятно приземляться. А, привет, Джек. И Ародерик. Точно, давно не виделись просто. Я думал неделю, как обычно. Ну, была небольшая заминка заказчикам. Это запах алкоголя? Нет, просто пальто давно не стирал, наверное. У тебя проблемы из-за той палочки? Небольшие. Зато мы снова в деле. Сегодня ищем Скалибур. Меч? Ты уверен, что мы в правильной книге, если мы ищем средневековый меч? Давай осмотримся и поймем. Обнаружено вторжение. Неизвестно, назови себя, покуда тебя не покарала сила ищущих достойного. Да, пожалуйста. Голос доносится о странной физиономии на стене, выглядывающий из проводов, как паук из паутины. Этьен? Этьен, я внемлю воле достойного, дабы решить твою судьбу, преисполнись терпение. Чё тут вообще происходит? Вкратце, это корабль паломников. У них тут всё строго, поэтому лучше поменьше шутки шути. Я и не шучу. Тсс. Так а где Эскалибур? Причём тут какой-то достойный? Как ты думаешь, чего он достойный-то? Достойный Эскалибура? Ага. Достойный тот, кто сможет вытащить меч из камня. Чтобы его найти, они летают на этом корабле по всей вселенной. Припоминаю такую старую легенду. Или сказку. Похоже, новый автор тоже с волкерами поработал, чтобы этот меч достать. А теперь и наш черёд. Достойный явил мне своё слово. Наконец-то. Скажи, Этьен, готов ли ты присоединиться к нам, паломникам, плывущим по Чёрной реке в поисках достойного, и отдать свою жизнь ради достижения этой цели? Да! Я навигатор. Приветствую тебя, Акалит Этьен. Добро пожаловать в наш храм и нашу обитель. Возьмись за работу, ибо наш команд... Командор. Корабль. Нуждается в постоянном досмотре. Командор. Хорошо, навигатор. А я могу увидеть Эскалибур? Мы не можем даже обсуждать священный меч на нижнем уровне корабля. Это самое несвятое место, что есть на нашем судне. И как мне подняться выше? Всё просто. Ты вознесёшься, когда докажешь, что достойно этого. Ясно. А куда корабль летит? Мы исследуем просторы Чёрной реки в поисках достойного. А у вас есть догадки, где он может быть? Священный меч ведёт нас к нему. Когда мы найдём его, он извлечёт священный меч из камня и поведёт наш народ в светлое будущее. То есть любой может оказаться достойным? Даже я? Давайте я попробую вытащить меч. Я уверена, я и есть тот самый достойный. Сперва тебе предстоит доказать, что ты достойен. Попытаться доказать, что ты достойен. Мм. Изучай истины, досматривай оборудование, помогай братьям своим. Это приведёт тебя к постепенному осознанию истины, которая откроет путь к мечу. Понятно. Так, кельям к системе охлаждения. Куда пойдём? Провода уходят вверх в темноту. А лифт? Лифт работает? Перед вами большие раздвижные двери, справа от которых расположена панель управления. Похоже, это лифт для перемещения между палубами корабля. Поехали наверх. Панель возмущённо пищит. Акалит Этьен немедленно отойдёт от шахты Вознесения. Твой удел доказывает свою веру тяжёлым трудом на этой палубе. Чёрт, похоже, мы застряли внизу. Ясно, хорошо, будем... Система охлаждения. Пойдём с низов начнём. Started from the bottom. Так, контейнер. Устройство. Похоже на систему охлаждения. Да, нам так сказали. Машинное отделение. Пойдём туда. Подняться тут нельзя никак. А тут ещё есть люди, кроме меня? Командер, где? Вон какой-то мужик стоит. А чё, он не кликабельный? Погоди, что это за звук? Какой звук? Осторожно! Чёрт! Акалит Замза, немедленно приступай к ремонту во имя достойного. О, старший брат, я не могу. В чём причина, Акалит Замза? Мне нужна помощь. Твои конечности на месте, значит, ты можешь выполнить ремонт. Я не могу встать. Тебя чем-то прижало сверху, Акалит Замза? Должно быть внутренние повреждения. Рёбра. Я понимаю. Ты утратил веру в достойного. Да не убоитесь вы разочаровавшихся в пути. Отделяйте их от вашего братства. Нет, и они... Мои рёбра. Так, помочь раненому быстро. В два шага вы оказываетесь возле... Возле раненого. Глаза Акалита, наполненные животным страхом, смотрят в какую-то точку под потолком. Снимай с него костюм. Нам нужно скорее осмотреть раны. Хорошо, сейчас. Ярко-алый луч возникает неоткуда, оставляя на вашей сетчатке сияющий блик. Когда вам удается проморгаться, вы видите неподвижное тело Акалита Замза с аккуратной дыркой в затылке. Какого чёрта? Акалита Тьен, немедленно приступай к ремонту во имя достойного. Да, сэр. Да, обратит достойный на тебя свой взор и поведёт свою руку как свою. Вы смотрите на панель под потолком, откуда вылетел луч, и руки непроизвольно тянутся к затылку. Да, лучше поторопимся с ремонтом. Надо у инженера, наверное, штучки какие-то взять, инструменты там. Бедный парень. Вы осматриваете тело, стараясь избегать взглядом раны на голове. Ничего приметного не бросается в глаза. Что-то в руке. А? Вы разжимаете руку погибшего и видите в ней электронную карту доступа. К сожалению, её тоже задело взрывом. Вы подбираете ещё тёплую, частично расплавленную карту доступа. Так, двигатель. Дополнительный двигатель. Вы смотрите на свечение внутри двигателя сквозь плотную волну жара. Это раскалённый металл. Лучше бы вам поторопиться, пока ядро не расплавилось. Так, в чём проблема? Не знаю. Автор очень размытый. Описал устройство двигателя. Ну, давай заглянем внутрь. Вы наклонитесь вперёд, заглядываете в тёмное отверстие двигателя. Резиновые шланги, металлические трубки, поршни и ремни. Всё, на удивление, целое. Внутри всё кажется целым. Почему же он тогда так нагревается? Вы тянетесь к ближайшему подвижному элементу двигателя. Стоит рукам коснуться металла, как вы тут же отдёргиваете пальцы и делаете шаг назад. Чёрт, горячо. Может, он должен быть таким раскалённым? Это ведь двигатель космического корабля. Ага. И звук тревоги здесь тоже обычное дело. И лампочки тут просто так мигают. Акалита Тиен, повышенная температура двигателя вызвана твоими действиями? Нет, твоими достойного. Похож, система охлаждения неисправна. Проследуй по нижнему коридору в центр охлаждения и попробуй разобраться в чём дело. Хорошо. 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 У них тут слитков, я смотрю. Так, в системе охлаждения. Пойдём. Тут уж всё горит. Из разорванной трубы пышет горячий пар. Труба сломана. Подача воды открыта. Что будем делать? Закрыть клапан с водой. Отсоедини трубу. Она довольно быстро остывает и вы убираете её в карман плаща. Её придётся заменить новой. Хорошо. Так, ну ладно. А, кельям, кстати, можно было и там пройти. Ну ладно, пойдём здесь. Пойдём здесь, чтобы не запутаться. Так, коридор. Заблокированная дверь. У двери висит надпись Келья А. Рядом отсек для карты доступа. Понято. Келья Б. Ремонтный модуль. Так, нажать красную кнопку. На экране загорается надпись Брат, помести сломленный предмет в отсек и к нему вернётся изначальный облик. Давай трубу. Предмет получен. Обработка. Обработка. Отсек открывается и вы внутри видите полностью восстановленную трубу. Ого, они даже ржавчину на ней восстановили. Видимо, так она выглядела до взрыва. Так, и карту доступа давай. Предмет получен. Обработка. Обработка. О, карта доступа. Для отсека А. Кнопка синтеза. На экране высвечивается меню создания предметов. Давай. Так, это всё расщепляем. Космический мультитул. Домана. Так, доступ разрешён. Пойдём. Криокамера. В капсуле лежит женщина. Её глаза закрыты, а губы быстро и беззвучно шевелятся, что-то проговаривая. Давай сначала осмотрим всё. Капсула набита электроникой, а также трубками, ведущими от женщины к стеклянному сосуду, который медленно заполняется светящейся жидкостью. Это то, что мы ищем. Они называют это Верой. Эта жидкость из неё вытекает? Не думай об этом. Сосуд почти полон, можешь его забирать. А с ней что будет? Она будет в порядке. Вы медленно вытаскиваете стеклянный сосуд с жидкостью из аппарата. Женщина в капсуле на секунду замирает. На место прошлого футляра выезжает новая пустая колба. Женщина возвращается к изначальному состоянию. Вера начинает понемногу наполнять новый сосуд, но это происходит очень медленно. Женщина выглядит очень уставшей, из-за чего сложно угадать её возраст. Ей одновременно и 40, и 80 лет. Одета она в странное сочетание средневекового фасона и футуристических материалов. Её руки сложены на груди. В них что-то зажато, но вы не видите что. Какой-то амулет похож одновременно то ли на крест, то ли на меч. Тук-тук-тук. Никакой реакции. Угу, хорошо. А зачем нам баллон с Верой? Скажем, что это из нас накапало? Так, заблокированная дверь. Келья С. А сколько, подожди, у нас этих 5? Мы теперь можем мультитул сделать? Да, можем. Давай соберём. Так, это келья Д, я так подозреваю. Всё хорошо. Машиноотделение ГО. Так, теперь к системе охлаждения. Так, теперь вставляем новую трубу. Так, подсоедините справную трубу. Труба встала как влитая. Дело сделано? Не совсем. Проверь оборудование ещё раз. Может что-то упускаем? Ну, конечно, надо водическую пустить. Так, мы пойдём. Всё, смотри, всё перестало гореть резко. Хотя здесь всё ещё пиликает сигнал тревоги. Система охлаждения исправна закачивать ледяную смесь в трубы. Двигатель уже не пышет жаром, как прежде. Вы даже можете прикоснуться голой рукой к внешней обшивке. Охлаждение мы починили, но, похоже, этого мало. Может, какую-то кнопку нужно нажать? Давай я навигатора позовём. Во имя достойного прошу запусти двигатель. Не ко мне тебе нужно возносить молитвы, Акалит Этьен, но к нему напрямую. Я лишь слуга его. Достойный, молю, запусти двигатель. Ты явно не успел ознакомиться со священными летаниями, поэтому я подскажу тебе, новичок. Повторяй. Волей достойного, молю, пламя подчиниться воле моей и привести в действие сей механизм. Ай, волей достойного, молю, пламя подчиниться воле моей и привести в инканье. Внутри двигателя что-то начинает недовольно бухтеть, набирая обороты. Вдруг помещение осеняется визгливым звуком. Акалит Этьен, недостаточно веры. Да блин! Вера моя крепка, как никогда. Я веру в достойного всем сердцем, всей душой, каждой клеточкой своей верю в него. Неожиданно сбоку двигатель что-то открывается. С тихим шипением в облачке белого пара появляется пустой отсек для цилиндрической колбы. Я говорю о другом. Поместив отсек в сосуд, наполненный верой, дабы наш храм смог продолжить свой путь. Вы достаете из кармана колбу с верой, которую забрали из криокамеры. Этого хватит? Вполне Акалит. Колба идеально входит в отверстие. Вы вдавливаете чуть сильнее, и она мягко погружается вглубь машины. Стоит вам вытащить руку, как толстый круглый люк закрывает отверстие. Не помнишь, как там было? Что-то про пламя и механизм. Ай, не забудь достойного. Сейчас поищу цитату. Воле достойного молю пламя подчиниться воле моей и привести в действие сей механизм. Воле достойного молю пламя... Блин, запоминать надо было подчиниться воле моей и подчинить... Привести в действие сей механизм. Внутри двигателя зарождается рев и уже через мгновение вырывается наружу. Поршни приходят в движение. Мерный гул наполняет машинное отделение. Дабы голосовить тебя достойно, Акалит Этьен, двигатель вновь исправно работает. Твоя работа здесь окончена, пора тебе вознестись. Вы начинаете нервно оглядываться, пригнув голову. Вознесение это право подняться выше, на средний уровень корабля. А, точно. Ты можешь воспользоваться лифтом для вознесения. А сам меч из калибра, он... Место положения священного меча будет известно лишь тем, кто показал себя достойным этого знания. Хотя голос навигатора и так холодный механически, эта фраза позвучала еще холоднее. Так, хорошо, починили. Починили, человек умер, правда. Ну, ничего страшного. Главное, что у нас теперь есть мультитул. А это нам сюда придется спускаться, да, чтобы доступ к кельям получить? Наверное, да. В этой игре вообще туда-сюда побегушки, в принципе, поощряются. Так, да, на средний уровень желаю вознестись, давайте. Добро пожаловать на землю, брат. На землю? Нижние палубы мы называем адом, средней землей, а верхние... Раем? Верно, брат. Вижу, ты уже изучал наше писание. Если тебе будет вести воля познания, обратись в библиотеку на этом этаже. Ладно, искали буртам, на верхнем этаже. Каждый околит, поднявшийся из ада, должен сперва отслужить на земле пять человеческих лет, прежде чем ему будет дозволено коснуться меча. Сколько? Только по истечении пяти лет околит сможет постигнуть главную священную истину и достойно дозволит ему вознестись в рай, чтобы прикоснуться к мечу. Приступай к служению, отчет пяти лет начался. Так, а что мне делать, как я должен служить? Изучай истины, досматривай оборудование, помогай братьям своим. Лишь рутина приведет тебя к постепенному осознанию истины. Нужно осмотреться и сообразить план получше, чем мыть полы пять лет. Согласна, согласна. Так карта доступа валяется просто. Кто-то выронил. Так, карта доступа Б. Пойдем сразу в Б. Хочу вниз. Потом забудем. В этой игре очень опасно что-либо пропускать. Потому что потом, когда ты доходишь до конца, оказывается, что тебе не хватает какой-то мелкой детальки. Она была там чуть ли не в первой комнате. У нас такое было в первой книге. Неизвестная ошибка. Доступ запрещен. В смысле? Может, починить ее? А, это только кнопка синтеза. Здрасте. А почему? Кто-то перевыпустил карту Б. Он ее потерял и позвонил, и заблокировали, и перевыпустил. И все, она теперь не подходит. Ну, ладно. Так, огнетушитель нам нужен? Пусть-пусть. Библиотека, каюты, зал круглого стола. Пойдем в библиотеку. Тут тоже все горит. Тут тоже поломка. Видимо, двигатель неплохо тогда полыхнул. Но у нас есть огнетушитель. Так, ячейка. Люк не открывается. Использовать мультитул. Вы достаете из мультитула нечто похожее на отвертку, используя ее как рычаг, отодвигаете мешающий кусок металла. Капсула. Отлично. Тоже капсула. Дабы услышать речи прошлой, вознеси молитву голоса. Дабы опустить меч праведный, вознеси молитву жертвы. Дабы сменить течение реки электрической, вознеси молитву духа. Наверное, это важно. Поле рука моя удостойной помешает служить тебя, и отсеку ее, как засохший корень. Так и запишем. Назову молитва жертвы. Ты точно их не перепутаешь с такими-то странными названиями? Не знаю. А тут нельзя пройти, да? Сюда он не идет. А как? Ладно, пока никак. Допустим, пока никак. Короче, там, где отсеку руку под корень, это... Или что-то типа того. Это молитва жертвы, запомним. Каюты. Кухня, оружейная, лазарет, уборная. Начнем с уборной. Еще один разъем для Веры. Я думала, она нужна только на нижнем уровне. Вера то, что движет наш корабль вперед. Без нее поиски достойного невозможны. Она нужна и на каждом уровне корабля, и на каждом этапе жизни. Ладно, ладно. Но у меня нет. В туалет можно без Веры. Слава богу. Так, карта С. Что-то они все, блин, роняют. Мне пока не нужно. Точно? Огнетушитель тогда возьми. Закрыто, недостаточно питанием. На стене готическим шрифтом выбита молитва. Пусть сила наполнит ту часть моего тела, что нужна тебе больше всего, о достойной. Это легко будет запомнить. Запишем, назову ее молитва духа. Так, здесь тоже нет питания, я так понимаю. И оружейно нет питания. Ясно. Пойдем в зал круглого стола. Так, тут кто-то горит. Устройство, подключенное к молитвенной камере, объято пламенем. Достать сосуд с Верой не выйдет. Только руки туда несу. И сперва нужно найти огнетушитель. Пожалуйста, пыш-пыш. Мужчина внутри не подает признаков жизни, как и оборудование, окружающее капсулу. Полба с Верой успела заполниться до пожара и почти не была задета огнем. Вы забирайте ее из ячейки. И вправду чудо, что она цела. Так, пустая криокамера. Горячая криокамера. Самый молодой членов команды, которых вы встречали, порчится от боли внутри камеры. Панель с описанием его состояния мигает красным светом, как панель с температурой в капсуле. Похоже, камера перегрелась. Так, охладить камеру льдом. У меня нет льда. На панели сбоку вы замечаете, что термометр установлен в автоматическое положение под управлением навигатора. Похоже, у навигатора проблемы с пониманием, что такое комнатная температура. Давайте искать лед. Пожилая женщина мертва. Полба с Верой пуста. Внутри капсулы лежит старик. Все его тело дергается, а руки вцепились в комбинезон на груди и будто пытаются разорвать его. На панели мигает надпись «Сердечная недостаточность. Требуется инъекция стабилизатора». Его капсула с Верой полна до краю. В капсуле неподвижно лежит мертвый мужчина. Колба с Верой сбоку от капсулы абсолютно пуста. Похоже, команда начала утрачивать веру в их миссию. За столько лет безрезультатных скитаний ожидаемо. Ладно, пойдем. Погоди, посмотри-ка, что у него в руках. Вы открываете капсулу, в руках мертвец сжимает бобину с пленкой. Нужно будет послушать, что там. Я даже видела, кстати, где проигрыватель, но нас туда не пускают. Мужчина средних лет, колба с Верой пуста. Но нам нужно где-то найти лед и нам нужно найти стабилизатор, чтобы попытаться спасти, да, вот этих мужиков. Лед, наверное, можно на кухню забрать. Требуется молитва. А, да? А, молитва духа. Так, мне дозвольно активировать прибор. Извините, я что-то перестала читать. Я думала, это быстро, а там целый диалог. Так, на аппарате загораются разные гоньки и надписи. Спасибо, удостойный. Внимание, обнаружен недостаток энергии. Доступна только часть функций. Ну, давай кухню. Там, наверное, есть лед. Отсек с кухни получает требуемую для него энергию. Доступ открыт. А я могу потом поменять? Наверное, могу. Здесь должен быть лед. Вот и лед. Стол. Так, едульку взяли. Всех обокрали. Заледенелая дверь. Перед вами массивная металлическая дверь, намертво заледеневшая на уровне пола. Похожа на морозильник. Вы изо всех сил дергаете за холодную ручку, результата нет. Ну да, так ничего не получится. Может, на кухне будет какой-нибудь нож? Какой нож, ты шутишь? Тут нужны кувалды и долоту, чтобы этот лед разбить. Или ледоруб. Конечно, где-то здесь обязательно должен быть ледоруб для космического альпинизма. Не обязательно он, но что-то же должно быть из инструментов. Текста я не вижу. Может, сходишь к соседу? Мне кажется, все соседи меня теперь ненавидят, но я попробую. Ледорубка соседа. Пойдем. Мы ему, по-моему, ничего не вернули же, да? Ни кувалду там. Сосед! Такое дело. Дай ледорубку. Кто там? Это Этьен. Кто? Этьен, ваш сосед! Я ищу кирку. У вас, случайно, нет? Кирку? Да что там у тебя в квартире происходит? Ремонт. Опять ремонт? А что там с моей кувалдой? И лопатой? Они в полном порядке. Я просто стену сношу, вот кувалда в стене застряла. А я у вас лопату взял, чтобы выковырять ее оттуда, но лопата тоже застряла. Кирка, думаю, точно сможет все решить. Что за идиот? Сейчас я поищу. Удивительно, что у него все есть. На, хоть ее верни. Спасибо. Реально кирка, смотри. Безотказный сосед. Спасибо тебе, сосед из 15-й квартиры. Как же он хорош. Так, вдруг мы здесь? Вы заносите кирку над головой. Ну, давай. Глыба льда. Лед рассыпался мелкой крошкой. Внутри ничего полезного. Так мне и нужен лед. Лед сам по себе полезный. Внутри замороженный продукт. Лед может нам пригодиться. Зачем? Кое-что потом охладить узнаешь. Ладно. Громадная глыба льда занимает весь угол недобро пялиться на вас. Так, поднять кирку над головой. Нет, за спину давай. За спину. Размахнувшись как следует, вы опускаете кирку на лед. Громкий треск долетает до ваших ушей, а внушительный осколок льда прям вам в лицо. Ау. Вы поднимаете отколотый кусок льда с пол. А нельзя было просто лед взять вот этот маленький, типа, кусочек? Зачем надо было так страдать? Ладно. Так, это можно переключить? Мне нужен лазарет теперь. Отсек с лазаретом не получает требуемую для него энергию. Нет доступа. Нужно уменьшить потребление корабля. Да, оружейную. Ага, все понято. Хорошо. Вау, вот это пушка. Колбу с верой. О, вентиляция. Отрывок из записи. Это подчеркивает тот факт, что количество самоубийств на земле резко возросло после того, как меч был унесен с земли нашей командой. Так, старый хлеб. Заблокированная дверь. Вы нажимаете на кнопку разблокировки. О, это келья Б. Все понято. Так, подожди. А в келью ЦЕ я могу зайти? Давай попробуем. Да, смотри, могу. Так, шкафчик. Шкафчик и все. Пол. Тут пустовато. Похоже, здесь давно никто не живет. Так, хорошо. Тогда мы сейчас что, идем? Нам не хватает энергии, чтобы открыть лазарет. А, мы еще оружие не досмотрели. Давай, контейнер. Молитва. Еще одна молитва. И голоса учеников его разнесутся по всей Черной реке. От берега до берега, от истока до устья. Так и запишем. Назову молитва голоса. Лазеры. Проход дальше перекрыт жужжащими лучами энергии. Нет, трогать мы лучи не будем. Мы что, дураки, что ли? Так, здесь нужна колба с верой. Все, сейчас все сделаем. Сейчас будет красиво. Так. Чувака сейчас охладим. Вы вываливаете куски льда на капсулу, а они быстро и с шипением начинают таять. Показатель температуры медленно начинает падать. Как только он достигает нормального значения, вы открываете капсулу. Парень все еще лежит с закрытыми глазами, но вы хотя бы спасли его от губительной духоты. Оставить его так? Ага, пусть воздухом подышит. Хватай колбу. Вы извлекаете заполненную светящейся жидкостью колбу и, проверив крышку, убираете ее в карман. Спасибо. То есть, если бы мы просто так решили взять колбу, мы же можем где-то просто так взять колбу? Или не можем? Почти 70% энергии потребляет навигатор. Из-за такого потребления им даже приходится лететь на меньшей скорости, чем рассчитывалось изначально. Видимо, он настолько необходим. Ясно. Тогда смотри. Тогда мы идем в оружейную. Сейчас вставляем колбу с Верой вундервафлю и смотрим, что будет тогда. Да. Шипением колба с Верой погружается в глубины орудия. В то же мгновение панель вспыхивает. Голубые и зеленые знаки складываются в узоры и разлетаются в стороны, образуя несколько прямоугольных кнопок. Так, и что делать дальше? Попробую потыкать в надписи. Вроде в книге все так делают. Тыкают в надписи и возносят молитвы. Проверить состояние. Выбрав второй пункт, вы видите, как экран на мгновение гаснет, а затем на нем разворачивается таблица. Это орудие жрет больше 20% всей энергии корабля. Поэтому мы и собираемся его отключить. А это что за число? Огневая мощь. Если верите, и орудие способно уничтожать планеты, дрожь проходит по всему вашему телу. Нужно скорее отключить его. Нам нужна энергия. Задать цель. Только не выстрели в кого-нибудь. Так, ладно, не будем стрелять. Деактивировать. Выбрав третий пункт, увидите большую надпись. Во весь экран требуется молитва. Ну давай. А какая именно нужна? Сложно сказать. Поищу что-нибудь про оружие или энергию. Пропойте молитву. Молитва голоса. Блин, это не та. Это не та! Ай! Молитва духа. Вот, да. В смысле нет? Ну молитва жертвы тогда. Вы слышите шипение. Панель управления гаснет, оружие деактивировано. Видишь, не так уж было сложно. Я думала меня дамажить будет каждый раз, но меня что-то не дамажило. Так, это карта доступа в Де. Это можно открыть. Не, подожди, ящик сначала. Ваше внимание привлекает ящик на полке. Мне кажется ли там внутри что-то ценное? Мне проверить по тексту? Управлюсь минут за десять. Это я сам. Так, мультитул. Вы осматриваете мультитул, но задеваете что-то, из него вылетает красный луч. Ух ты! Проморгавшись, вы видите, что замок на ящике оплавился, больше не держит крышку. Как ты это сделал? Что же такое я тут нажал? Вы безуспешно осматриваете мультитул со всех сторон, но не можете найти ничего похожего на лазер. Тьф, ладно. Так. Нет, куда? Ааа, вон оно что. Ага. Капсула с пленкой. Пленку забрать. Заклинило. Не открыть. Бабину кто-то забрал. Давай проигрыватель. Чтобы активировать проигрыватель, помести Веру в отсек на панели, брат. Да сколько ж можно этой Веры? Хорошо, пойдем обратно. Если мы отключили эту штуку, значит мы теперь можем в лазарет пробраться, да? Нет? Можем? Сейчас узнаем. Обнаружена свободная для доступа энергия. Отлично. Лазарет. Так, контейнер. У стены стоит закрытый контейнер с надписью «Медикаменты». Вы находите на устройстве длинный штырь, который можно было бы использовать в качестве отмычки. Как только вы вставляете его в замок, что-то щелкает и замок открывается сам. Аптечка. Вот, в аптечке, наверное, есть стабилизатор. Медицинское кресло испачканно чем-то красным. Перед вами возвышается огромный стеллаж с ящиками. Рядом с ним горит панель управления. Прежде всего, в глаза бросаются три голубые цифры в центре экрана. Давай первую. Пик. Внутренности полки представляют собой аккуратные квадратные отсеки, в каждом из которых стоят разнообразные флаконы. Взяв ближайшие из них в руки, вы читаете надпись на старомодной бумажной бирке. Подорожник обычный. Народная медицина в космическом веке? Он пустой. Давай проверим другие отсеки. Давай. Так, подорожник. Посередине ящика стоит позолоченная шкатулка с витиеватой надписью «Мощи великомученика Эримара». Рядом с ней лежит оплавленная бобина с пленкой. Давай бобину. В текущем состоянии ее вряд ли выйдет прослушать. Здесь что-то написано. Святая Тина. Священная истина, видимо. Священная истина? Это случайно не то, о чем говорил навигатор, чтобы попасть на верхний этаж? Нужно поскорее восстановить и прослушать ее. Нет, нет, нет. Не думаю, что стоит трогать мощи святого на корабле с безумной головой, стреляющей лазерами. Вы неохотно убираете руку. Блин, обидно. Десятки хищных металлических шприцов смотрят на вас из-под стеклянных колпаков. Каждый из них заправлен зеленоватой жидкостью. А, вот стабилизаторы. Все, понято. Я не умею ставить уколы. Тебе повезло, что я врач. Хотя, вряд ли повезло. У меня здесь нет рук. О, ты вспомнил что-то новое о себе? Да. В общем, спрей или гель мне бы подошел больше. Похоже, сегодня тебе придется освоить новый навык. Великолепно. Вы аккуратно снимаете один из колпаков и забираете шприц. Он холодит кожу и приятно лежит к руке. Так, куда мне нужно вставить колбу Веры? А, в проигрыватель. Ага, ага. Сейчас. Сейчас все сделаем. Сейчас сначала идем к старику. Забираем колбу. Вот этот. Вот этот. Там катетер. Слева под панелью. Просто воткни иглу туда и введи средство. Дрожь облегчения проходит по вашему телу. Средство исчезает в недрах капсулы. Старику на глазах становится лучше. Скрестив руки на груди, вы ждете. Мало-помалу судороги старика проходят. Дыхание выравнивается. Пальцы перестают рвать одежду на груди. Эй, мы ему жизнь спасли. Ага. Можно я теперь заберу капсулу и мы пойдем дальше? Ладно, ладно. Мы плохо сработали. Ну, уф. Мы вообще как бы мы всех спасли. Интересно, если бы мы сразу пошли бы дергать... Колбу нам бы дали ее забрать? Так. Сейчас я хочу в Д еще сходить. Посмотреть, что там. Так, доступ разрешен. Шикарно. Ага, шкафчик. Это отодвинуть надо. Контейнер. Мультитул, естественно. Так, что внутри? О, сколько тут всего. Нам столько выдают аптечек, что кажется, что мы сейчас будем биться, ну не знаю. С мегабоссом. Не, не сюда. А где была штука, которая... Которая крафтит? А, вот здесь была штука, которая крафтит. Погоди. Сейчас тогда сразу накрафтим себе банок с жижей. Потому что если у нас сейчас будет битва... А, у нас скорее всего сейчас будет битва. А, и катушку же надо было починить. Точно. 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 Все тогда. Это все расщепить. О, красиво. Теперь сюда. Теперь сюда. Теперь слушать катушку. Так, Вера. Вставили. Требуется молитва. Молитва голоса. Достойный услышал твою просьбу, брат. Тебе дозволен активировать прибор. Спасибо, удостойный. Похоже, на этом устройстве можно прослушать бобины с речами команды. Там может быть что-то полезное. Ну и технологии. Это ж обычный проигрыватель. Ты таких не застал в своей книге? Нет. Хотя, учитывая место, где мы сейчас, мне ничему не стоит удивляться. А, давай обновленную бобину. Обработка. Из трещащего динамика раздается голос немощного старика. О, достойный. Молю тебя. Не силы твоей жажду. Так, так. О, ответственности, что падет на того, кто дерзнет вознести над собой клинок. Голос обрывается. Вы слышите звук открытия лифта и голос навигатора вдалеке. Это и есть священная истина, о которой говорил навигатор? Если это она, нам не придется пять лет тут отрабатывать. Ладно, пойдем к лифту. Думаю, нас теперь тоже пропустят к мечу. А мы не будем слушать бобины другие. И встречащий... Ага, голос пожилой женщины. Помню, как читала статью критика нашей миссии еще до отправления. Хочу записать его мысль, пока не забыла. Он писал о том, как меч, который он богохульно назвал куском металла, застрявшим в камне, привел к идее разделения на достойных и недостойных. Как постепенно люди, понимающие, что шанс оказаться недостойным был крайне велик, и не желавшие брать на себя клеймо недостойного, избегали теста, придумывая одно оправдание безумнее другого. Этот кусок металла, застрявший якобы из-за смещения каменных плит, спровоцировал ускорение разбития межпланетных странств, следствием чего в итоге и стало наше отправление. Однако, я и сама иногда задумываюсь... Запись обрывается. Так, давай вторую. Прослушиваемый материал записан на земле и рассматривается как направленный против веры и нашей миссии. Давайте. Голос мужчины. Кхм-кхм. Пытаюсь проанализировать влияние веры на наши технологии, и в свете последних событий я наткнулся на интересную деталь. Ведь у истока всех технологий стоит машина Поста, которая имеет доказанную вероятность ошибки в 2%. Или Поста. То есть, с вероятностью 2% базовый алгоритм, на котором строится каждая машина, каждый компьютер, может совершить ошибку или дать сбой. Неуверенность и неопределенность, которые этот факт накладывает на, казалось бы, верные и надежные машины, и создает место для суеверия. Что, если я помолюсь, и ошибкой не произойдет? Что, если я совершу какой-то обряд, скрещу пальцы, и ошибка не случится? Запись закончена. Так, а мы тут не пройдем. Мы тут не пройдем, тут труба выпала. Ну, это типа все? Мы прошли эту книгу? Она какая-то прям простая, особенно по сравнению со школой магии. Это прям... несложнецкое. Так, я хочу вознестись. Думаю, я уже постиг священную истину. Я слушаю тебя, Акалит. Вы прочищаете горло и украткой поглядываете на листок в руке. О, достойный! Не силой твоей жажду, но ответственности, что падет на того, кто дерзнет вознести над собой клинок. Это и вправду священная истина. Она необходима тому, кто решит коснуться меча, и окажется достойным. И я удивлен, что тебе удалось спасти ее за такой короткий срок. Что ж, я готов вознести тебя. Ты сам-то готов? Больше никаких дел не осталось? Да, погнали. Возносите меня. Мы даже биться не стали? Я набрала кучу яблок и аптечек, а мы не будем биться? Зачем я наделала кучу этих... серверный зал? Дверь закрыта. Над ней надпись выше навигатор. Акалит Этиен. Ну что опять? Ты же сказал, что мы можем коснуться меча. Верно. Но сейчас для тебя есть более важная задача. Зайди в каюту навигатора. А можно сначала меч? Вы замечаете на стене выезжающую панель со скрывающимся за ней орудием. Выглядит знакомо. Уже иду. Ладно, ладно, не горячи здесь меч. Потом мы не торопимся. Так, вот здесь скорее всего бумбится. Смотри, какая открытая площадка. Прям для того, чтобы биться. Эм, навигатор. Ну и громадина. Зачем вы меня вызывали? Ну кроме того, чтобы убить, очевидно. Мне нужно, чтобы ты изменил курс корабля. Изменил? А вы сами не можете? У меня нет полномочий. Только члены экипажа могут подтвердить решение вернуться назад. Назад? А как же поиски достойного? Большая часть экипажа утратила веру в нашу цель. И поэтому ты их убил? Я лишь принял несколько жестких решений, исключительно из экономических соображений. Запасы еды и воздуха лучше оставить для более полезной части команды. Слушай, меня интересует только меч. Я бы... Я дозволю тебе коснуться его, если ты подтвердишь изменение курса. Я не стану менять курс, у меня аптечек дофига. Ох, нифига себе. Ну, оглушение, наверное. Долбанись. Ай! Нифига себе. Так, оглушить второй раз не могу. Оглушение. Оглушение. Так, осушение. Понимаю. Так. Оглушение. Сейчас сделаем красиво. Так. Осушение. Оглушение. Ну, здесь по-стандартному. Поглотите 500 чернил из врагов. Ай, блин, наконец-таки попал. Так. Разрез. Тут можно глыкнуть. Жижки. Осушили. Оглушили. Разрез. И оглушение. А, этих надо добить, да? Хорошо. Добьем. Все. По красоте. Грешник, пусть достойный покарает твою душу. Ядро навигатора ярко вспыхивает изнутри. Грешник. 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 Гре... Навигатор обрывается на полусловие. Внезапно включается сирена. Быстрее к мечу. Он активировал пробуждение экипажа. Сейчас они все будут здесь. Активировано резервное питание. Полный перезапуск системы через 3 минуты. Поспеши, Этьен. Я спешу. Я спешу, как могу. А что было бы, если бы я поменяла курс? Мне все равно пришлось бы драться. Тревога. Грешник на верхней палубе. Он уже восстановился? Некогда об этом думать. Бежим к мечу. Бежим, бежим, бежим. Бегу, бегу, бегу. Ооо, мужики пришли. Так, бежим к мечу. Быстро, очень быстро бежим. Вытаскиваем меч и пойдем. Бам-бам-бам. Они скоро прорвутся. Все ваше внимание поглощает меч. Его величественная рукоять поблескивает в свете фонарей. Его острое лезвие исчезает в толще камня. Сперва попробуй руками его вытащить. Ну да, вдруг именно ты окажешься достойным. Из всех людей. Вы опускаете голову, делаете глубокий вдох и подходите к камню. Это был сарказм. Скорее, ищи другой способ достать меч. Ваши руки наполняются силой, а в груди будто пляшут молнии. Ты тратишь время. Я достоин. Че ты там бормочешь? Может нам его каким лазером вырезать? Я достоин. Ноги сами несут вас вперед. Рука обхватывает рукоять меча. Она лежит как влетая. Это ваш меч. Достаточно просто вытащить его и... Черт. Ваши мышцы горят, но меч не сдвинулся и на миллиметр. Может все-таки лазер поищем? Давай наорать на меч. Что-то поднимается из глубин вашей души. Отчаяние? Да, похоже это отчаяние. Давай, чертовщина, вылезай же. Давай. Ярость и крик – идеальное сочетание. Но и Скалибру на это плевать. Он неподвижен, холоден и насушлив. Бам! Они совсем отчаялись. Так и корабль взорвать можно. Надсадный визг из-за двери перекрывает даже вой сирены. Они вспомнили, что у них была автоматическая пила с алмазным покрытием со страницы 142. Это значит, что у нас вообще времени нет. К черту все. Испепеляя камень взглядом, вы шарите по своим карманам. Так, использовать кирку. В ваших руках блестит кирка. Как следует замахнувшись, вы бьете по краю камня. Большой неровный кусок с грохотом падает на пол. Это немного нечестно, но довольно эффективно. Я должен достать этот меч любой ценой. Крики за дверью становятся громче. Вы продолжаете бить киркой. Меч кренится вперед. Бросив кирку, вы успеваете подхватить его в последний момент. На лезвии еще остались куски камня, но в целом Искалибур свободен. Быстроты. Камень, похоже, совсем истрепался за время полета. Вы пытаетесь победно вскинуть Искалибур вверх, но он слишком тяжел. К тому же прямо на ваших глазах толстую стальную дверь прогрызает острый язык белым. Время бежать. Время бежать. Хе-хе-хе. Ура. А как мы меч положим вот в эту маленькую дырочку? А, вот так. С куском камня. Хе-хе-хе. Ну, ничего. Сами достанут. Тяжеленько. Ну, тут я ничего не напортачила. Меч, вот, пожалуйста. Ну, все, меня должны похвалить. Все, я иду спать. Да, блин. Не иду. Алло. Этьен, ты звонил? Что-то случилось? Я звонил тебе? Да, я просто уезжала на выходные. Когда вернулась, на автоответчике было 15 пропущенных. Я подумала, у тебя что-то произошло. Черт. Слушай, извини, видимо, что-то на меня нашло. Извини, что побеспокоил. Да ничего. Ну, тогда пока. Да, прощай. Напился, начал звонить бывший. Алло. Заказ принят. Можешь идти. А, там не было конверта. Какого конверта? Ну, с деньгами вы обычно кладете после выполнения... В прошлый раз ты сорвал мне заказ на 600 тысяч фунтов. Сколько? И ты еще думаешь, что я буду тебе за это платить? Считай, это компенсация моего ущерба. Погодите, вы платили мне по тысяче за заказ. Это сколько же денег вам остается? Все, конец связи. Ладно. Спать. Нечего там, блин. Умный, шибко. Считай, да, там. От 600 тысяч в тысячу смог отнять. Тоже мне. Тебя платят не за то, что ты считаешь. И достижение. Завершите четвертую книгу, плывущую по черной реке у нас. Что же там будет неделю спустя? После того, как мы вздохнули полной грудью, мы узнаем уже в следующей серии. Берем Родерика с собой. Без него мы никуда. Ну и, конечно же, звучит телефон уже по традиции. Спасибо большое всем, кто смотрел. Не забывайте про лайки, про комментарии, про колокольчик. А если хотите поддержать канал, ссылка на нашлёртс, а также бусте в описании под роликом и шапке канала. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok